Так, о чем мы вчера говорили? Вспоминаем. Какая глава у нас была? Третья глава. Главу помним, так. Какие тексты помним? До одиннадцатого текста отошли, верно. О чем была речь в этих текстах? В такой момент был про честность, что лучше занимать свое положение, социальное положение честно, согласно его положению действовать, чем в текстах, например, забирать выше, как он будет. Так, с тем, что занимать положение неестественно, чем интерфориация показывать, показывать. Так, очень хороший момент, очень хороший момент. Значит, утверждалось, что Аржуна хочет устраниться от деятельности. Такова ситуация второй главы. И теперь он конкретно спрашивает, что же все-таки делать или не делать. Он сбит с толку разными точками зрения, которые Кришна изложил в Бхагавадгиде во второй главе. Он не дал какого-то определенного конкретного вывода. Он говорил о санхе-йоге, о буддхе-йоге, о исполнении долга одновременно с этим. И что же все-таки делать? Какой долг выше? Что нужно делать? Джуна не понимает наставления Кришны. И он спрашивает, скажи определенно, то есть точно, какое действие мне нужно совершить или что не совершать. Дай мне точные правила указания. И Кришна говорит, поскольку невозможно уклониться от деятельности, я не могу дать указания остраниться от деятельности. Так? Он аргументирует. Говорит, что невозможно удержаться даже на мгновение от деятельности, потому что велиют гуны. Мы беспомощные живые существа. Помните, да, эти тексты? Перед материальной природой мы беспомощные. Мы делаем то, что велит материальная природа. Как гуны повелевают, так мы действуем. Но при этом есть отречение, говорит. Отречение. И тот, кто уводит свои чувства от объектов чувств, но думает о них, он называется? Проходи. Ну там точное слово в тексте. Вот, вот, будьте осторожны. В тексте нет. Притворщик. Митхи. Митхи. Митхи Ачар. Митхи Ачар слово. Митхи Ачар. Ачар это поведение. Митхи значит притворное поведение. То есть, Митхи, он думает о своих желаниях на самом деле, но внешне он отрывает свои чувства от объекта чувств. Почему? Ну, потому что хочет ввести в заблуждение своим отречением ради какой-то выгоды. То есть, о чём речь идёт здесь, что большинство людей притворщики, мошенники, проходимцы, пропады, эти слова я использовал негодяя, и вот он и в комментарии так и говорит. Почему? Потому что в их понимании вот этого притворства, собственных желаний внутренних, у всех есть свои мотивы, эгоистичные. В их эгоистичных мотивах их философия заключается в том, что работа, деятельность нужна для того, чтобы в конце концов прекратить работу, отказаться от работы. Они внешне не работают, исполняют свой долг, но мотив у них другой. Хотят наслаждаться плодами труда. Это означает прекратить деятельность, наслаждаться плодами потом труда. Вот это называется притворство. И также пропадает, есть много предных, которые могут притворяться, там саняйся могут притворяться, и просто предные могут притворяться. Поэтому, говорит, просто приняв отречение, ты не достигнешь совершенства. Просто удерживая чувство от объектов чувств, ты не достигнешь совершенства. Ты можешь стать притворщиком и не достичь ничего. Ты можешь даже деградировать таким путём. Почему, как деградирует религия? Вот здесь описывается, как это происходит с этой точки зрения. Есть много точек зрения, но вот одна из таких точек зрения. И далее Кришна говорит, что пока, то есть Прабхупаду в комментарии, пока человек не очищен, что рекомендовано для него? Социальный статус не должен оставлять, верно? Социальный статус, комментарий так переведено. Социальный статус, работу не должен бросать. Ашрам, Арджуна, Кшатри и Грихастха. Два момента, значит, он должен следовать этим факторам социальным. Грихастха положение в обществе, его духовный уклад жизни. И есть обязанность перед обществом, Кшатрий. Он должен выполнять свой долг Кшатрия. Это поле битвы, это социальная проблема. Кто установит религию? Кшатрий. Это его долг. Никто другой не может это сделать. Значит, от тебя ожидается. Сейчас именно исполнение долго. И так он говорит Арджуне об этих вещах. И далее он говорит, косвенный метод сознания Кришны предлагает в этой главе. Не прямой путь. К чему пришли в конечном итоге? Какие стихи? Одиннадцатый текст. Прочитайте перевод. Довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами. И тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцелиться благоденствия. Вот. Это называется косвенный метод. Прямой метод карма йоги дан в пятой главе. Дан в пятой главе. В этой главе речь идет о том, что человек еще не очищен, не достиг уровня сознания Кришны. Тогда он может служить не Кришне, а представителем Кришны, полубогам. В этом мире имеется в виду, в материальном мире. Есть вот духовные представители. Называется сакшат-хари. Это другой. Это непосредственное проявление Бога, говорится. Непосредственное. Сакшат. Это гуру татва. Или какой-то аватар, сакшат, непосредственно, непосредственное его проявление. Или изображение Кришны, сакшат. Или имя Кришны, сакшат. Это непосредственно с ним связано. Так, сакшат. Но есть такие представители, как муж, отец, мать, царь, школьный учитель, неважно, старший, член семьи, рода, как пхишма, дрона. Это не сакшат, это косвенное представительство. Если мы не увидим Бога, мы, говорит, уважаем старших. А также уважаем полубогов. Потому что Творец создал людей полубогов одновременно, вместе, одной семьей. Это один род, одна семья. То есть род человеческий берет начало от полубогов, от ману. Он будет говорить в Бхагавадгите в 4 главе, что сначала Бог Солнца получил в Бхагавадгите. Потом царь получил. Ману, ману, правдитель людей. Потом уже человеческий род получил это знание. Вот так, от божественного уровня, не сакшат. Сейчас в Бхагавадгите сакшат. Кришна сам говорит об этом. Но, говорит, до этого знание было утрачено каким путем? Сначала Бог Солнца получил, потом ману, потом икшваку, царь. И так попало в человеческое общество. И в человеческом обществе оно утрачивается. Поэтому, говорит, если нет связи с полубогами у людей, они будут забывать очень быстро. Поэтому их долг, предназначение служить полубогам, а полубоги напоминают о Вишну. То есть, вот это личностная концепция, косвенная личностная концепция. Если мы признаем полубогов, но, с другой стороны, есть материальные желания, и люди становятся имперсоналистами. Бхагавада очень заботится об этом, чтобы мы не стали имперсоналистами. Что такое имперсонализм? Основан на материальных желаниях. Например, я нищий человек. У меня есть желание иметь какие-то деньги, какие-то средства. Что мне остается делать? Я не могу работать, я нищий человек. Я ничего не могу, ничего мне нет. Я могу только просить. Я могу просить у человека среднего класса, который есть какие-то деньги, он может немножко мне дать. Могу также обратиться к людям более богатым. Они мне могут тоже дать горсть риса. Несложно. И тот, и другой может дать мне горсть риса. Каждый день. И даже очень-очень богатые люди тоже могут дать мне горсть риса. Для меня они все равны. Это имперсонализм называется. Почему равны? Потому что мне нужна горсть риса. Не потому, что они одинаково бедные или одинаково богатые, а потому что у меня есть желание. Незначительное материальное желание, которое можно исполнить и полубог, или царь может исполнить, или сосед может исполнить, или бог может исполнить. Зачем вы богу молитесь? Вот попросите у соседа. Это имперсонализм называется. Но если я хочу быть наследником, я должен вспомнить свои отношения. Если я сын этого богатого человека, ситуация меняется коренным образом. Видите? Я не просто горсть риса получаю, я получаю все в наследство. Это сознание Кришны. Есть разница, потому что просто человек в среднем уровне не может достоять мне такое великое наследство. Нет, уже есть разница в этом смысле. Если у меня есть желание вот такого уровня, большая разница. Но если у меня материальное желание, я обращаюсь к полубогам, и говорю, какая разница, к какому полубогу обращаться? К Шиве, или к Вишну, или к Браме, или к Чандре, или к Индре. И горсть риса каждый может дать. Разницы нет. Это не персонализм. Основан на материальных желаниях, так или иначе. Это в ГИТе далее будет объясняться. Но здесь говорится, личностная концепция, что люди и полубоги вместе должны совершать ягьи. Вот почему они вместе. Не чтобы что-то поправить у полубогов, материальное, а чтобы вместе совершать ягьи. Вот это называется прогресс цивилизации. Тогда они вместе прогрессируют. То есть полубоги, наши как бы предки, пращуры. Мы хотя смертные, они для нас бессмертные. Индре сейчас существует, и Чандра тот же самый существует, и Брама, и Вишну, и Шива все существуют. Мы рождаемся, умираем много раз и забываем и про них, и про всё на свете. Нам нужно родиться и заново читать Бхагавадгиту, заново узнавать, что тут вообще за мир вокруг нас, кто тут главный, кто второстепенный, кто министр, кто какое положение. Это вот эта наука. Итак, здесь говорится, косвенный метод даётся сознание Кришны. Почему? Потому что поклоняясь полубогам правильно, мы всё же поклоняемся Вишне. Нам полубоги об этом напомнят. Вот как это происходит. Почему мы хотим жить во Вриндаване больше? Ну для сознания Кришны нам здесь лучше. Здесь нам напоминают о Кришне. Вот здесь мир полубогов, так скажем. Здесь люди, живущие здесь, на уровне полубогов по этому, говорится, находятся. Потому что каждый напоминает о Кришне, каждый в сознании Кришны. Это мир полубогов. Также в Джаганатхе Пури, или в Майя Пури, в любой Дхаме, это мир полубогов. Здесь живут полубоги. Вот с этой точки зрения. Потому что полубоги, они все слуги Вишну, они сознательно служат Вишну. В этом как бы их преимущество. И поэтому рекомендовано поклоняться полубогам как преданным Вишну. Так мы тоже становимся преданным Вишну, но косвенно. Это косвенный метод сознания Кришны для тех, кто еще имеет материальное желание, рекомендовано поклоняться полубогам, вместе совершать яги для удовлетворения Верховного Господа, Вишну или Кришну. Это третья глава. И текст 11, мы еще не читали его. Довольны вашими жертвоприношениями полубоги будут довольны и вами. И тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие. Здесь описывается сознание Кришны косвенным образом. Если доволен старший, младший автоматически получает поддержку. Это Кришна. Это принцип от Кришны. Принцип старшинства, младшинства — это принцип от Кришны. В Бхагавадгите есть тексты во второй главе необычного характера. То есть их трудно перевести даже на английский язык и также еще труднее перевести на русский язык, как Пхагавада говорит о душе. Он использует во второй главе, где описывается качество души на санскрите. Она вечная, непостижимая и неизменная. Но Пхагавада не переводит слово неизменный одним словом английским, потому что эквивалента точного нет. Он использует два слова. Вместо одного — два слова. Так бывает, когда нет эквивалента одного слова, мы пытаемся объяснить несколькими словами. Так, понятно, да? И что же такое неизменное? Он использует два слова, которые трудно перевести даже на английском языке. Они почти одно и то же означают, и сейчас временные люди разницы между ними уже словами не видят. Unmutable, unchangeable, так? Знаешь английский язык? Объясните два слова. Unmutable, unchangeable. Unmutable. Unmutable — то, что не так как вести и составит замолчание, не так как ваше... Mutate, да. Типа мутации. То есть неизменяемо, то есть в принципе не так как дефорнировать. А unchangeable — то же самое. Пропадать два эти слова используют. Как будто это автология. А разница есть? Но, потому что нет. Вот видишь, ты знаешь, язык уже не можешь перевести. Видишь? Вот я и говорю об этом. Вот имеется в виду, что ее нельзя изменить, и она изнутри не меняется. Вот эти слова нужны здесь чуть-чуть. Unmutable и unchangeable. Кто знает английский язык хорошо здесь? Я его не знаю вообще. Я вот прочитал два слова, и все. Но так или иначе, во второй редакции замену одним словом. Unmutable. Потому что почитали, что люди подумают автологию. Утрачиваются, ну, вот эти тонкие различия языка тоже со временем. Есть классический язык английский, есть современный язык английский. Но в первом варианте два слова правопада используют. И он не излагает автологию правопада, так? Он хочет что показать? Тогда я возвращаюсь к комментариям правопада, где он объясняет, что такое неизменность души. О чем же он думает, когда говорит об этих двух словах? Мне нужно понять его намерение. Почему он использует два таких очень близких понятия, которые стерлись даже в сознании англоязычных людей? И выяснилось в комментариях, что правопада о чем заботится? Говорит, неизменность души означает, что душа не меняет тату. Она никогда не становится Богом. То есть он думает о Майаваде. Потому что в согласной теории Майаваде маленькая душа становится безграничным Богом, сливаясь с ним. Она меняет свою тату. Поэтому он говорит, Unmutable, она не меняет свои качества. Так? Это мутация, это внутреннее качество. И Unchangible, она не меняет свою тату. В соответствии с тем объяснением получается, видите, какие вещи. Вот эти тонкости пропадают в весне этой души. То есть она неизменна, и это нужно понять из нескольких точек, и качественной, и количественной стороны. Говорит, качественно мы одинаковые с Богом, количественно различные. Вот это нужно объяснить, что она вечно та же самая. вечно маленькая. Вот это вот Швадашатару понежат, описывают, что такое душа, сечение, кончиковолоса. Вот это вечная ее конституция. Unchangible, не меняется. Вот так пропадает, объясняет. Но почему она маленькая? Почему она маленькая, а сверхдуша большая, неравенство? Есть другие синонимы. Это объясняет только Бхакти, только языком Бхакти. Потому что количественная сторона в материальном мире неравенство как бы устанавливает. Это тоже другая проблема. Неравенство классов, неравенство возможностей, неравенство богатства, и несправедливость называется это. Так? Неравенство, другими словами, несправедливость. Кому-то чего-то не хватает, у кого-то избыток, это неравенство. Но как же быть здесь, с этим неравенством? И только Бхакти объясняет, что душа занимает эту вечную позицию согласно определенной расе, вкусу отношений со сверхдушой. Она хочет быть маленькой вечной перед ним. Это ее конституция, это ее вечное желание, это ее своруба. И чтобы понять вот эту вот свою конституцию, косвенно, говорится, поклоняйся, уважай старших, сотрудничай с полубогами, кто выше тебя. Не будь независимым. То есть вернись к свою конституцию, к свою неизменную конституцию. Сейчас ты хочешь стать великим, стать Богом. Это невозможно. Согласно твоей конституции это невозможно. Согласно твоему же желанию это невозможно. Ты противоречишь сам себе, ты враг сам себе становишься, когда пытаешься имитировать Бога. Поэтому косвенные методы мы просто видим, кто старше, изучаем иерархию и выражаем почтение и через почтение получаем милость свыше. Откуда? От Кришны. Вот это принцип Кришны называется. Что здесь и описывается. Значит, полубоги будут довольны и воцарится благоденствие. Пропада. Полубоги – это наделенные особой властью правители материального мира. Эти бесчисленные помощники Верховного Господа, пребывающие в различных частях Его Вселенского тела, обеспечивают каждого воздухом, светом, водой и всем прочим, что необходимо для жизни. Довольны они или нет, зависит от того, совершают ли люди жертвоприношения. Некоторые из жертвоприношений специально предназначены для удовлетворения тех или иных полубогов. Но даже если, совершая яги, человек стремится удовлетворить полубогов, при этом он поклоняется Господу Вишну, который первым наслаждается всеми подношениями. Бхагавадгити также сказано, что всеми жертвоприношениями наслаждается сам Кришна, Бог Тарам, Ягья, Тапа Сам. Таким образом, главная цель любого жертвоприношения – удовлетворить Ягья, Пати. Вот почему полубогам поклонялись, потому что полубоги поклоняются Вишну. Такой принцип. Если мы хотим служить Богу, мы служим тому, кто служит Богу. Так мы тоже присоединяемся к служению. Когда люди совершают Ягьи по всем правилам, полубоги, обеспечивающие живых существ всем необходимым, естественным образом удовлетворены, и в мире царит изобилие. Совершая Ягьи, люди получают множество разных благ и в конечном счете освобождаются из материального плена. Благодаря Ягьи человек очищает все свои действия. Вед гласят Ахара, Шутхау, Саттва, Шутхи, Саттва, Шутхау, Друва, Смрити, Смрити, Лапе, Сарва, Гран, Ядам, Випра, Мокша. В процессе Ягьи человек освещает свою пищу и съев ее очищается сам. Освещенная пища одухотворяет тонкие ткани мозга, что побуждает человека начать поиски пути к освобождению. В конце концов, все это приводит его к сознанию Кришны, которого так не хватает в современном мире. Здесь говорится о Саттва-гуне, гуне благости, каким образом мы можем заинтересоваться абсолютно истиной, только очистив свой ум, свое сознание, свой мозг также. Тонкие ткани мозга еще существуют. Тонкие. Тонкие. Тонкие способы мышления. А вот как это бывает иногда у нас? Мы вот что-то чувствуем, что-то понимаем, не можем выразить. На каком уровне это понимание? На каком-то тонком уровне. Я чувствую, что вот это так, вот это вот. Я понимаю, да, но как выразить, как сказать? Поэтому иногда мы учим для ума уже, грубого ума вот, логику, шастры, санскритские термины, объяснение, комментарии, и это вот наполняет ум, у нас появляется язык, способ выражения. Но если нет этого тонкого, интуитивного чувства понимания, это как бы пхавы, этих отношений с Богом, со святым именем, то даже получив санскрит, логические связи, неявы изучив, другие шастры, мы не сможем, мы этим языком можем выражать только обычные бытовые вещи. Называется бытовой санскрит. Он становится бытовым языком просто. Поэтому главное здесь именно вот, под многие вещи санскрита, они тоже объединяются, вот так вот, несколько слов их объединяет, в одно уже значение, что утрачиваются тонкие значения, тонкие ткани мозга трофируются, и людей кажется, нет разницы между этими понятиями уже, что одно, что другое. А некоторые слова вообще эквивалентны отсутствуют. Если, скажем, слово «раса» правопадок переводил как «меллоу», не как «тест вкус», да, слово «вкус», не подходит «тест вкуса», а «меллоу», как «меллоу» переводится? Сочный? Сочный? С сочностью. С сочностью. Какой? Насыщенный, насыщенность, вкус. И даже это слово, он говорит, не отражает слово «раса». То есть мы не знаем, мы должны узнать это тонким образом, этот термин осознать. Слово «маматайта» одно из проявлений оттенков любви к Кришне, именно, правопад говорит, ну нет, эквивалентны невозможно объяснить. Даже нельзя комментарий дать к этому. Это вы должны сами понять в процессе «маматайта». Снеха то же самое, ну нежность говорится, ну что за нежность, это нужно испытать тоже. Как самадхи, что за самадхи, надо испытать. Вот мы эти термины, иногда люди думают, самадхи это, ну что-то материальное, какое-то средоточение, может быть там расслабление какое-то самадхи. Помните эту историю смешную про курицу, курицу, которая на юг летала? Так они вот тоже могут понимать. Не знаете историю про курицу? Ну что за шастру у вас, боже мой, про курицу не слышали. Ну в общем, курятник, и курица живет в курятнике, конечно же, там заборы, все ограничено, но тут дерево большое раскидисты над курятником, и ласточки, каждый год они, вот перелетные птицы, слетаются там, на отдых, перелетают с юга на север, перелетные птицы, и они обсуждают там юг и север, и про юг особенно, очень интересно. Не курица слушает, Шравану, юг, что ж такое юг? Так интересно они говорят, про юг, и что же там на юге такое? Все летают туда на юг, на юг, и она тоже вдохновилась, в конце концов, полететь на юг. Отошла подальше от забора, курам сказал так, разойдитесь, я на юг, на взлет пошла, так и хлоп, 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 на забор, как-то удалось заскочить из забора, спрыгнула и бегом на юг, и там увидела, что деревня оказывается, о, боже мой, вот это юг, тут деревня, тут дома, тут дорога еще есть, и тут дорога, о, там много чего происходит на дороге, и через дорогу там еще сады, и там садовник, вот это юг. Вернулась и всем рассказывала, я была на юге, чудеса, там представьте, там дорога, там дома, там сады, там садовник. И тут ласточки снова прилетели, и про юг говорят, что там моря, острова, да нет, не слушайте этих ласточек, я была на юге, там дорога, садовник, ну это все. Это самадхи для современных людей, тоже летают в самадхи. Я сейчас в самадхи погружусь там на 15 минут, если духу хватит, в общем, на 15 минут хотя бы расслабиться, сосредоточиться. Сейчас я мантру повторю, внимательно, 16 кругов, хотя бы один круг. И так тоже есть свои измерения, видите. И тонкие ткани мозга, собственно говоря, оттуда, это тонкие ткани мозга, это когда мы получаем, слышим инструкции свыше. даются наставления, мы чувствуем, как хорошо, как проникновенно, как, какое счастье. Это тонкие ткани мозга, потому что обычный ум упрям, он не принимает ничего, что помимо его размышлений или мнений. А вот тонкие ткани мозга, они с разумом сотрудничают, связаны. И он получает, как бы, это наставление от разума в таком счастливом расположении, становится умиротворенным шанти. Это значит, человек имеет тонкое мышление шанти. Либо он тупой, так же шанти. Тупой, как бревно, как пень. Тоже шанти. И так шанти, и так шанти. То есть можно так или иначе, когда достичь самадхи, превратишься в камень, говорится. А можно, ну, одухотворить свою жизнь. Текст 12. Штан, Пхаган. Пхага, Пхаган, жизненные блага, желаемое. В награду за Ягью, полубоги, которым подвластны все блага этого мира, даруют вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву, в жертву полубогам, безусловно, является вором. Это все стихи, цитаты, Кришна цитирует Господа Брама, Творца. Он говорил, что Творец в начале творения говорит вот эти вещи. Вот это Господь Брама, говорит эти вещи, сотворенным полубогам и людям. объясняет, откуда они могут брать эти блага, откуда они могут черпать счастье, процветание, какой принцип. Принцип, значит, предоставить полубогов, а те удовлетворяют Ягью Пурушу, и так все благоденствуют. Это очень просто. Если человек не знает ничего о Боге, он полубогам поклоняется. Это означает, что человек нормальный, здоровый, он осознает свою связь с полубогами, как минимум. Любой нормальный, здоровый человек, так же, как мы с вами можем сознавать, что у меня есть отец, праотец, знать своих бабушку или прадеда. Сейчас мы даже это можем забывать, видите, не осознавать. Род уже потерял свою силу, значение. И так же, в те времена люди сознавали свою связь с законами Ману, прародителей людей Ману, Ману Самхита, они следовали трактату. Почему? Потому что сознавали Ману, свою связь с Ману. Ману, он выше связан с Богом Солнца, он сын Бога Солнца. То есть, родословный идет вверх. И так далее. А Солнце уже, это от Господа Брамы, уже от Праджапати, эти полубоги приходят. Праджапати еще выше. И Брама источник всех этих Праджапати. Значит, Праджапати, Пати, так говорится еще. И вот он и говорит для всех, что при помощи Яги будете все вместе связаны и счастливы. Живите в мире. И если кто-то не предлагает полубогам, то, что он ест или чем он пользуется, он вор. Вот так вот. Полубоги – это наместники Верховного Господа Вишну, которым поручено обеспечивать остальным существам всем необходимым. Поэтому долг людей удовлетворять полубогов, совершая предписанные ведами Яги. Так, сам Киртан и Ягья, она также должна удовлетворить полубогов. Тоже. Они очень довольны. Помните, эти лилы из Читани, Чиритамриты, когда Господь Читани устраивал в Киртан гражданского неповиновения, и не только, но особенно в той лиле. Это был необычный Киртан. Он уже как бы сломал все препятствия к распространению. Если были еще какие-то препятствия от Кази, от правительства, от мусульман, этот Киртан разрушил все препятствия, затопил все любовью к Богу. Как? Там описывается. Полубоги явились сюда, как помощники. Они спустились с высших планет, чтобы просто воспевать вместе с Махапрабу. И таким образом они оказались вне гун материальной природы. То есть с высших планет они спустились сюда, на Киртан, и здесь они очистились, вышли за пределы гун материальной природы. Вот так это описано. Вот почему они удовлетворены и становятся. Этот процесс санкиртана яги очень-очень могущественный. Важно, что нам сохранять единство, потому что это санкиртана яги, это совместная яга исключительно, это не джаба-медитация, это санкиртана яга, условие такое. А для этого нужно избегать оскорблений. Это вот единственное правило, чтобы оставаться вместе. Если мы не сможем избежать оскорблений, то мы не сможем совершать санкиртана ягию, и тогда нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. У нас нет, не остается никакой возможности. И для удовлетворения полубогов веды рекомендуют совершать много разных жертвоприношений. Но в конечном счете все эти жертвы предназначены для Верховной Личности Бога. Тем, кто не способен понять положение Верховного Господа, веды советуют принести жертву полубогам. Видите, косвенно. Если мы не понимаем положение Верховного Господа, тогда полубогам веды советуют поклоняться к этим людям. А если они не понимают ни то, ни другое, ни положение Верховного, ни положение полубогов, как сейчас, что рекомендуется? Петь Харе Кришне. Я вам скажу, даже больше преданные, они к полубогам высокомерно относятся многим. Оскорбительно довольно. Ну, мы были так воспитаны, что поклоним полубогам, это майя вообще, кто такие полубоги? Индра вообще, он его так критикует, священный писатель, что я его буду прославлять? Он такой похотливый и прочее. Да, он хотел разрушить вообще Индра, что ему поклоняться? Я помню эти 90-е годы. И так же к женщине, как следствие, такое было подобное отношение, очень жесткое, с неприязнью. Я сейчас мягко говорю, вам повезло, что вы не были в то время женщиной, большинство женщин. Вот вы бы хлебнули бы. Может быть, сейчас вам достается, не знаю. Но сейчас это ничто, последнее с тем, что было. Мы жаловались по нашему GBC, не мы, а наши женщины жаловались, что вот к нам плохо относятся Прабу, грубят иногда, ну как-то вот принижают нас. И Киртия Раша с Прабуном сказал, говорит, вы не знаете, что было раньше просто. Несколько. Все глаза открыли, как, еще хуже, что ли, было? А что было? Раша, скажите, что было. И он дал ему иллюстрацию. Если какая-то женщина звонила в храм Харе Кришна и трубку убрал в Брамачаре, и слышал женский голос, и он же так, тьфу! Это вот так было. Вот через что прошли, женщины того времени. Ну и мужчины тоже прошли через свои трудности. Это не то, что... Это были два сапога пара, как говорится, а за одной культурой были мужчины и женщины, поэтому те и другие хватили лихо, каждый по-своему. Но мы говорим сейчас о том отношении, что даже занимаясь Санкирта на Яге, мы до сих пор не понимаем ни положения мужа, ни положения жены, ни положения полубога, ни положения отца, ни положения Кришны, ничего не понимаем. Вот для таких людей падших, говорится, пришел Патита Павана, Господь Читаем. Просто собирайтесь и пойте вместе. Потому что вам это будет нравиться. Это легко будет. Будет счастье, будет просад. Есть хоть какое-то подтверждение, более-менее уверенное. Разным людям, в зависимости от их материальных качеств, рекомендовано поклоняться и приносить жертву разным полубогам. Так, людям, употребляющим пищу мяса, Веды рекомендуют поклоняться наводящим ужас своим обликам богини Калии. Так, нам уже это не нужно, потому что мясо тут никто не ест, верно? Сейчас выберем полубога себе. Который олицетворяет материальную природу и приносит ей в жертву животных. Так, мы вычеркиваем Калии списка. Тем же, кто находится под влиянием гуны благости, рекомендовано поклоняться трансцендентному Господу Вишну. Кто в благости находится? Значит, все похожи тут в благости, раз поклоняемся Господу Вишну, не зная ничего, кто это такой толком. Ну, прочитали, конечно, мы книги. Однако, в конечном счете, все яги предназначены для того, чтобы помочь людям подняться на духовный уровень. Обыкновенные люди должны совершать по меньшей мере пять жертвоприношений, называемых панча-маха-яги. Это обыкновенные люди. Должны, говорит, по крайней мере, панча-маха-яги провести. Значит, кто-то должен дать панча-маха-яги. А кто это даст? Брама. Появится Брама в обществе сначала, верно. А откуда не появится Брама? Насколько общество? Из общества? Сознания? Кришна, правильно, совершенно. Из нашего общества. И когда они появятся и будут давать маха-панча-яги, что с ними будут делать исконно? Критиковать, что они занимаются материальной деятельностью, правильно? Но, кришна, для обыкновенных людей должен кто-то где-то дать. Чтобы они тоже прогрессировали. Если мы не сможем людям дать какие-то полезные вещи, обычным людям, то, практикуя в их среде сознания Кришны, мы станем им врагами. Уже эта тенденция есть. Мы слишком отличаемся, мы слишком отречённые, мы слишком пренебрежены к их ценностям относимся. Мы фактически их отвергаем. Поэтому в такой среде мы не можем развивать общество сознания Кришны. Они боятся нас. Вы всё отрицаете, вы сектанты восстановитесь. Поэтому, говорит, обычным людям маха, панча, ягья нужно дать, и тогда не будет этого противостояния, этого различия. Мы заметили одну вещь, что те из людей, которые не практикуют строго, они могут практиковать один круг мантры, не все регулирующие принципы. Ещё человек курит, может быть, где-то выпит иногда по праздникам, бывает, или съест что-нибудь не то, но он уже мантру повторяет, гидру читает. Один-два круга, они уже очень посетительны к преданным. Таких людей нужно очень уважать. И поддерживать их практику, то, что они умеют делать. В конечном итоге они не будут практиковать, обыкновенные люди, сознание Кришны строго, не смогут. Это сложно будет для них. Через несколько лет они скажут, нет, мы не можем, слишком высокие стандарты у нас здесь. Но тогда они будут что? Павел 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 говорит, здесь в Индии, миллионы людей, миллионы людей. Они не все чисто и преданы, но они все преданы, они придут в храм, поклонятся божествам, дадут пожертвования, примут черенамриту и идут на работу. Они даже лекцию слушать не будут. Но они почитают божества, уважают вачнаву, кланяются садху, и они прогрессируют. Они не враги Кришне, не враги преданным. Поэтому мы тоже должны позаботиться об этом мире, в котором мы живем, чтобы мир этот установить, чтобы была возможность какого-то гармоничного соединения нашего общества с тем миром, в котором мы проповедуем. здесь, во всяком случае, Пурпад говорит, что обыкновенные люди должны совершать по меньшей мере пять жертвоприношений, называемых панча, маха, яг, если кто-то не может в санкетан-яге участвовать и распространять. Необходимо всегда помнить, что все потребности людей удовлетворяют полубоги, которые являются представителями Верховного Господа. Сами по себе люди ничего не могут произвести. Возьмем, к примеру, пищу, зерно, овощи, фрукты, молоко, сахар. Словом, все, все то, чем питаются люди в гуне благости, а также мясо, употребляемое в пищу невегетарианцами. Ни один из этих продуктов не является творением человека. Или другой пример, тепло, свет, вода, воздух, в которых нуждается каждый. Разве можем мы их произвести? Без Верховного Господа не было бы солнечного и лунного света, дождя, ветра и всего остального, без чего не может обойтись никто. Совершенно очевидно, что наша жизнь зависит от Господа, который обеспечивает нас всем необходимым. Даже созданные людьми фабрики и заводы нуждаются в различных видах сырья и топлива. Такие, как железо, серо, ртуть, марганец, уголь, нефть. Видите, пропад описывает нашу материальную зависимость, от чего мы зависим. Ртуть тоже нужна. Может быть, сейчас ртуть не нужна в Искону. Как-то нет в Исконе такого призыва ртуть. Даешь ртуть, даешь марганец. Но вообще она нужна. Нужна для цивилизации материальной. Не все необходимые эти ингредиенты. Мы сейчас просто базируемся уже на материально готовой какой-то цивилизации. Но если мы будем жить независимо от этой цивилизации, на земле, нам все это понадобится. И свое железо, и свои кузницы, и свое зерно, и молочные продукты. Это очень-очень важно. Что могли тоже производить, как преданные, то есть это наше служение было бы обществу, это наша связь с полубогами, потому что полубоги дают все эти ингредиенты, и ртуть, и марганец, и серу, и железо. Откуда это все эти вещества? Это различные дары полубогов для человека, который разумен и может использовать их для развития своей цивилизации. Вот такое устройство. И все это устроил Верховный Господь. Вот в итоге здесь завершается эта идея. Все это устроил Верховный Господь. Это нельзя менять. Нельзя говорить, мы без полугубов обойдемся, и без серы обойдемся, мы преданные, и без зерна обойдемся, мы преданные, нет, мы не обойдемся без зерна, без воздуха, без ртути, без серы, мы пользуемся, мы бегаем в аптеку с вами, когда болеем, мы бегаем куда угодно, когда нам что-то нужно, не только к преданным, и идем в министерство, и идем туда, и идем к руководству. Это материальная цивилизация, в которой мы живем так же. Нужно понимать ее устройство. И в этом случае, как бы материалисты не отвергают тоже этот процесс. Видите? Не отвергают. Они материалистичные люди, но не отвергают, потому что он полезен. Для них это самое важное, видеть, что это полезно для общества. Вот вы сейчас повторяете, Харьи Кришна, что вы умеете? У вас есть какие-то сверхспособности? Можете ли вы золото произвести, допустим, или там летать хотя бы? Что можете дать? Когда-то меня вызвал 93-й год, может быть. В Санкт-Петербурге вызвал нас двоих, мы два президента были, исполком, отдел культуры, что-то в этом духе. Это был 92-й или 3-й год, немножко был голод в стране. Тарточная система тогда была введена, по-моему, это было в то время, да. А мы были уже зарегистрированы, и нас вызвали, так вот официально пригласили поговорить. Мы пришли, и там человек, который к нам очень хорошо, по-доброму расположен был, с предложением он к нам пришел. Вы же с Индией, говорит, контактируйте. Вы же из Коны, у вас, видимо, штаб-квартира там. Говорим, да, да, там штаб-квартира, там происходит заседание, то есть мы туда приезжаем, там учимся, вот мы книги оттуда также. Калькутта печатала, в то время старые книги были. Он сказал, а нельзя ли сделать какое-то вот сотрудничество, например, поставку риса сможете обеспечить, скажем, вот Санкт-Петербург из Индии, как вот через ваше общество? Можем это сделать? Мы сказали, ну, это материальные вещи нас не интересуют. Да, да, так было. Сейчас бы я по-другому отреагировал, конечно. Тогда они подумали, а как с ними, какие общие дела? Не знаем. Они замыкаются, так, они живут в своем обществе, сильно проповедуют, притягивают к себе людей, с нами не общаются, никак, никаких общих дел не имеют с государством, с управлением, и создают свое государство, внутри нашего государства. Опасная вещь какая-то. Неизвестно, что там у них на уме. То есть, я пытаюсь, представьте их менталитет. Это называется неавторизованная бахти, которая причиняет беспокойство в умах, тревожит умы людей. С этой точки зрения. Мы не говорим, что мы все неавторизованы, мы авторизованные бахти практикуют. Но вот с этой точки зрения Бхага-Вадгиты мы не все еще понимаем. Не все еще поняли, не поняли, как законы этого мира, в котором мы живем. Здесь они объясняются. Есть иерархия, вот это нужно думать. Иерархия существует, не только люди полубоги, среди людей тоже иерархия существует. Например, вы должны знать, как общаться с синами мира сего. Должны понимать, как это делать, выражать почтением тоже. Кем бы они ни были, если они занимают положение, они представители Бога тоже. Согласно Шастре. Любая власть. Любая власть. Закон есть закон. Мы поддерживаем любые. Ну, иногда против. Шеции законы какие-то, тем не менее, мы сейчас больше и больше действуем на основе закона. В 90-х годах и в 80-х мы вне закона были. Когда они были зарегистрированы, мы просто... Подпольная была террористическая организация осознания Кришны. Это были такие выходы, знаете, вылазки такого рода. Партизанская такая была война. Нас ловили, осуждали, мы скрывались, вылезли там, то тут, то тут. Невуловимо так, знаете, нервы им трепали, всем властям, пока нас не зарегистрировали. Тогда это было понятно, но сейчас, видите, это нужно учитывать. Что же мы можем дать ценного этим обычным людям? Тоже нужно подумать об этом. Не только те, кто согласились стать преданными, но и те, кто еще не могут стать преданными, тоже должны дать какой-то разум, какой-то способ, какой-то шанс возбуждаться, практиковать что-то и развивать свое сознание Кришны. Это также должен быть чья-то забота. Не всех. Не всех. Но чья-то должна быть забота. Во всяком случае, Прабхата здесь заботится об этом по комментариям. В третьей главе. Хотя преданые не любят третью главу. Они любят Сарва Дхарна Паритя Аджиа Мама Камшара Навраджа. Слушайте, здорово вообще. Все, брось и ничего не делай вообще. Просто предайся Кришне. За этим тоже, может быть, не совсем правильное понимание. К этому нужно прийти через все главы Бхагавадгиты. Не упуская, не утрачивая смысл ни одной предыдущей главы. То есть, этот стих Сарва Дхарна Паритя Аджиа не исключает другие главы. Не нейтрализует другие главы. Так же, как Христос дал две заповеди, не исключив предыдущие заповеди. Ни в коем случае так не думайте. Он просто дополнил, развел их дальше. И по определению, повторяя Харе Кришна мантру чисто, мы должны соблюдать все ведические предписания. Все уже быть наполнены этим знанием. Это вершина вед, говорится. Это вывод всех вед, воспевать святые имена. Значит, человек уже изучил все веды, прошел все топасии, эпитимии, все религиозные практики, системы йоги. То есть, он совершенен. Если он имеет вкус в воспевании святого имени, у него достаточно тонкой энергии понять, как устроен мир. Смирение, почтение, терпение. Все. Это ключ к успеху в любом деле. В любом, в любом, в любом деле. В семейной жизни, в профессиональной жизни, в духовной жизни, в любом обществе, в европейском обществе, в российском обществе, в американском обществе, в австралийском обществе. Неважно, три НАТО, ПИСУ, НЕЧИНА. Это высший, высший, высший уровень цивилизации, разума. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господа. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, поистину, вкушают один лишь грех. Вот здесь описано, как освободиться от всех грехов освященной пищей. Все здесь другого рецепта не дается. Освященная пища чистая считается. Не только чистая, очищающая. Просадом милость называется. Она не только чистая, есть сатва, это чистая пища. Например, чтобы очистить пищу, не обязательно предлагать ее Кришне. Нужно сказать Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Она очищается от кармы, того, что вы сорвали или взяли что-то. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. И вы можете есть, но это не просад. Это просто чистая пища. Вы не совершили греха, так вы видите. Но если вы предложили с любовью Кришне, это совсем другое. Вы не только не съедаете что-то чистое, вы еще очищаетесь от всех грехов, говорится. Такая могущественная пища. Просадов, Кришна сам проявляется. Вот этот стих говорит, пища, через пищу очищаетесь. Мы также много говорим о том, что давайте стань вегетарианцами, будем весь освященной пищей. Я на каждой публичной лекции говорю людям об этом. Все интересуются, как освящать пищу, они вот схватаются за это, все, особенно женщины, сразу расскажите. Вот ни во что не верят, а вот в это сразу здорово чувствуют как-то вот люди еще. И это в гите, вот видите, соответствует. И еще здесь пропагает о ягье в комментарии с необычной точки зрения. Ну, в ягье мы говорим, уже это приношение, же существуют какие-то процессы, обряды, также деятельность для ягье. А здесь пропагает, что ягья преданные, которые совершают. которые именно предлагают, да, вот это ягье предложение Верховному Господу, она связана с видами служения Шраваном, Киртаном, Смараном, Арчаном и так далее. Это тоже ягья, но для чистых преданных. Вот, для чистых преданных. Потому что у них нет, может быть, профессиональных обязанностей, если мы уже слышим чисто, может быть, уже нет обязанностей материальной в этом случае. Если мы можем Киртаном чисто делать, прославлять Кришну, воспевать Кришну, то уже других обязанностей не нужны человеку. Если мы можем помнить Кришну и только Кришну, уже других обязанностей не существует. Верно. Это высшая ягья, Киртана ягья, это, значит, Киртаном, Киртаном одновременно Шраваном и Смараном. Три процесса, очень сильный процесс, поэтому. Киртаном лучшая часть, говорится. Если нам так посчастливилось с вами, что мы обрели вкус воспевания Киртаном, фактически мы уже освобождаемся от каких-то обязанностей, строго говоря. Тем не менее, в Гите будет говориться, что нет причин и оставлять эти обязанности. Ради примера мы должны все-таки действовать. Видите, как интересный момент, что внешне ничего не меняется, пропады, Меняется сознание. А внешне ничего не меняется. Вы следуете к своему ашраму, своей варне, может быть, внешне то же самое. В чем разница? Но внутри пропасть, то, чем человек живет в сознании Кришны, как он ягью совершает в Смараном, в Киртаном, то есть ягья у него на языке, ягья у него в ушах, ягья у него в сердце, ягья у него в поступках. То есть вся его жизнь посвящена его ягье становится, это совершенство ягьи уже, это высший пилотаж, о чем здесь именно Кришна будет, Гатярджу, никак достичь этого пилотажа высшего деятельности в сознании Кришны, когда ум действует, сознание Кришны, речь и поступки. Говорит, сражайся и думай обо мне. да-да-да. Очень крутая Богообития, видите? Здесь истина описывается. И Пропады здесь намекают, он не забывает про Кришну в этих стихах, потому что речь это о полубогах и людях, но он не забывает про Кришну, потому что Кришна главный источник удовлетворения полубогов и людей, все устремлено к Ягья Пуруши, Богтарам Ягья Тапасам, Саралокам Ахешварам, Богтарам Ягья Тапасам, всеми жертвоприношениями, говорит, я наслаждаюсь, я наслаждаюсь всеми жертвоприношениями. Он, видите, скажет это позже. Пропада здесь напоминает об этом. «Тела всех существ довисят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают Ягью, а Ягья рождается от выполнения предписанных ведами обязанностей». Так ведь и веды поддерживают нашу жизнь. Даже дожди идут благодаря ведическим текстам. Для этого нужны браманы. «Когда-то браманы совершали жертвоприношение животных». Описано в ведах. Это обычное правило, потому что без животного Ягья не обходилась. Животное это был лакомцевая бумажка. Вы должны быть убеждены, что Ягья успешна. Как? Выбирали старое животное и закладывали в жертву. Но в результате проведения этих Ягьи, этих мантр и огненных церемоний в сочетании с этим звуком и трансцендентными животное на глазах у всех выходило из огня, омолаживаясь в новом теле. Все, Ягья успешна была. То есть убийства не происходило на самом деле. Позже, в век Калия особенно это все было трачено. Этих таких браманов конечно же нет, чтобы промолодили бы животное и зажигали огонь без спичек, без зажигалок. Просто принося огней на мау. Могущество браман пришел, понимаете? Понятное дело, что они могли владеть такими тонкими законами, общаясь с полубогами, они же понимали эти вещи. Браман общается также с полубогами и с Господом Вишну, никого не игнорирует. Иначе он не браман. Он не в невержестве, если он чего-то не знает. Сейчас мы браманы, потому что поклоняемся Кришне, Господу читания. Если мы не поклоняемся, мы не браманы. Мы милостью Кришны и Господа читания браманы. Пока мы связаны поклонением, нам нужно считать браманами. Только в этом случае. Если мы не можем это делать или плохо это делаем, мы теряем квалификацию. Но в то время браманы имели также врожденную квалификацию. Рождение тоже имело значение. Позже это было устранено, это стало препятствием рождения. Но рождение также важно. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы рождались дети у преданных, правопады говорят. Чтобы тоже рождение было хорошее. Гитти говорит, что это рождение редкое. Родиться в семье преданных. Я родился в семье Вайшнава, мой гуру Махарас родился в семье Вайшнава. Наследство это было. Родиться во Вриндаване, Бриджабасе тоже редкий случай. Видите, рождение тоже имеет свое значение. Но постепенно оно в векале сравнялось Калау Шудра Самбава. Кем бы он не родился, Шудра все равно. Хоть в богатой семье, хоть в бедной семье, хоть в управленческой семье, хоть разумной, хоть неразумной, все равно Шудра, потому что думают только о чудных наслаждениях. Поэтому могущество утрачивается. Сила Баладевы Депхушина, великий комментатор Бхагабадгиты, пишет, тут огромный санскистский текст есть в прозе, перевод. Верховный Господь Вишну, которого называют Ягья Пуруша, наслаждающийся всем, что приносится в жертву, является повелителем всех полубогов, служащих ему, как различные части тела служат всему организму. Индрии, Чандрии, Воронии и другим полубогам поручено управлять различными ведомствами материального творения. И веды предписывают людям приносить жертвы этим полубогам, чтобы те давали достаточно воздуха, света и воды, необходимых для роста злаков. Однако, поклоняясь Господу Кришне, мы тем самым поклоняемся и всем полубогам, которые являются различными частями его тела. Поэтому нет необходимости поклоняться полубогам в отдельности. То есть нам достаточно выражать просто почтение полубогам. Не надо им поклоняться. Мы поклоняемся Кришне уже, достаточно этого. От нас требуется просто не игнорировать, не пренебрегать никем, не совершать оскорблений. Вот и все. Значит, полубогам нужно относиться уважительно, как вышестоящим. Как бы у нас есть младшие и меньшие братья, животные, а есть старшие братья, это полубоги, надто человека. И мы посередине, мы для них младшие братья, а для животных мы старшие братья, покровители, заботятся люди, не причиняют насилия никому. Обучаемся о этом мы с вами. Вот эту иерархию мы понимаем, не забывая, что над всем этим верховная личность Бога. Это самый главный момент. Ему мы поклоняемся. Приносим все жертвы, всю нашу жизнь, все наши мысли, все славу, все для него. Это Браман, который знает вот этот весь объем, устройство, отношения, это и есть Браман. Целиком знает все. Вот почему преданный Господь, обладающий сознанием Кришны, прежде чем принимать пищу, предлагают ее Господу. Такая пища насыщает их тела духовной энергией. В результате они не только освобождаются от последствий, совершенных в прошлом грехов, но и делают свое тело невосприимчивым ко всем видам материальной скверны. Смотрите, как сильный процесс. Опять же, если не освежать оскорблений. Сколько оговорок вот именно в эту тему у нас. У нас сложность, пока мы еще не избавились от склонности критиковать, освежать оскорбления. А так мы бы уже достигли с вами Брама Бхуд за все это время, пока мы практикуем любой из нас. Подобно тому, как во время эпидемии прививка надежно защищает человека от болезней, пища, предложенная Господу Вишну ограждает нас от скверны этого мира. И того, кто ест, только такую пищу называют преданным Господу. Вот видите, как преданного еще можно понять. Он ест, просад, больше ничего не ест. Текст пятнадцатый. Мы не делаем перерыв пока. Предписания, регулирующие деятельность людей, содержатся в ведах, которые исходят непосредственно от верховной личности Бога. Поэтому вездесующее божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения. Так, мы следуем ведам, но откуда веды? Непосредственно это иммунация дыхания Всевышнего, говорится, от Бога. Поэтому, следуя этим ведическим писаниям, мы осознаем присутствие божественного начала в этих процессах, в этих видах жертвоприношений, в этих знаниях, в этих пояснениях, присутствие божественного начала. И яги совершаются и что важно? Важно произносить эти мантры обращение важно. Свага это важное слово, заключевое слово Свага. То есть описывается мантры имена полубогов, например, или Верховного Господа Вишны, затем Свага вот это самый важный момент. Так же как в нашем посвящении получаем духовное имя Кришна Дас самая важная приставка Дас ключевая я не Кришна Кришна Дас Рам Дас Вишну Дас вот это самый важный момент для сознания. Так же здесь самое важное ключевое слово Сваха то есть для тебя я отдаю я отдаю тебе огонь принимает принимает на наших глазах так он переваривает пищу вовне если желудок внутри переваривает огонь переваривает на глазах принимает это все полубоги принимают и видишь это язык его принимает и переваривает эту пищу и вот эта мантра очень важна потому что через мантру происходит медитация мы думаем о том объекте которому поклоняемся в это время вот через эту медитацию приходит связь с высшими силами природы так если мы хотим связь то нам нужен сотовый телефон какой-то способ либо голосовые связки и звук в эфире поможет нам перенести информацию какую-то здесь информация тоже переносится при помощи медитации не просто звука или телефона а при помощи именно внимательности при помощи некого такого предания элемент предания должен быть элемент зависимости от этих высших сил чего нужно осознавать сознание важно и тогда наступает связь вот этой вот яги этого процесса этой процедуры обряда с источником кому он посвящен только в этом случае например когда я писал книги я не собирался писать книги но интересный момент который я открыл для себя конечно у меня были амбиции раньше большие как сказать высокопоставленным людям сознание кришны как разумным людям я все думал куда в институт их студентам к ученым я все пробивался куда-то чего не заслуживал я не ученый студентом толком не был в учебном заведении а вот у меня были такие амбиции но такая забота моя была хорошо я думал как же я смогу от этих людей достучаться как они услышат меня я же никто у меня нет ни степеней ни должности кто-то никто не представит оказалось медитации при помощи этого тот же принцип я однажды просто подумал я просто буду писать обращаясь к этим людям медитирую и все и книга должна прийти туда сама это работает вот и все вот что нам нужно делать не то что мы должны пробивать какие-то двери там кабинеты показывать свои дипломы свой статус какой-то повышать социальный не обязательно вы можете просто медитировать на ту на ту социальную среду которую вы обращаетесь как правопада для разумных людей и факт смотрите все разумные люди сейчас читают эти книги все а я же не ученый пропаду нет научных степеней но это медитация так связь возникает оказывается если мы говорим для разумных людей или для полубогов или для Кришны говорим или о Кришне говорим мы вынуждены включать свои тонкие ткани мозга все ресурсы включать туда вынуждены вынуждены использовать очень точные слова говорить разумно говорить убежденно говорить вдохновленно и это будет услышано по законам уже бытия мрамоны знают как это делать берут арену и начинается медитация а кто-то смотрит масло в огонь льют и потом идет дождь а что за глупость что за глупость и они в это верят но это работает опять же это квалифицированный мрамон а у нас так началось в Алматы я помню как только ягоды стали воскресные проводить да и дожди мы пригласили на свою голову в Активиде Пурна с вами на датышский фестиваль на свою голову это шутка но чтобы он яги провел чтобы новые люди увидели он знаете он такой экзотичный у него там чулма такой интересный ну он прям с этой культурой и датышский фестиваль и он эти яги проводит так спокойно равновешенно эти мантры читает ну классика вообще и вот его пригласили он приехал на фестиваль в этих своих сандалях деревянных таких знаете как вот с того времени браман спустился да и люди конечно были все ошарашены все сгрузились в руку к этого костра и он там омсва и тут туча боже мой огромная туча такая все небо заполонило как этот дождь да вообще вот зачем мы пригласили на фестиваль все смыло дождем потом такая шутка была дожди идут с другой стороны иногда в дождь приятно идут нахренаму и дождь кончается такое чудо было с господом читания описывается так же была намечена хоринама приятно все собрались но там знаете в Майпуре бывают такие ураганы ненасти вы видели нет наверное все видели когда дождь идет не вертикально а горизонтально там сносит все просто это порыв страшный где-то на полчаса может быть такая вот страшная стихия потом опять все тихо и чирикает птички и все и там деревья лежат то там то пандалы переворачиваются как будто ничего не было и вот они вышли нахренаму и вот эта вот гроза собралась эта туча это ненастья и господь читания вышел сказал Харе Кришне и она тут же раз развеялась тоже опять описанное явление значит природные стихи также зависят от господа мы знаем это теоретически как в действии практически применить это знание нужно быть просто браманом уметь думать о Кришне при всех обстоятельствах и там успех там победа там нравственность вот все это будет давать нам отметьте что 3 глава дает нам косвенное представление о сознании Кришны но осознание Кришны уже косвенное представление о сознании Кришны у Арджуна тот кто получив тело человека не совершает предписанное ведоми цикла жертвоприношений несомненно ведет жизнь полную греха стремясь лишь к чувственным удовольствиям такой человек проживает жизнь впустую здесь Господь осуждает философию служителей мамоны все знают это слово мамона кто это мамона кто посмотрите в интернете слово мамона найдите быстренько чтобы нам точно нашли сейчас мы быстро можем найти у нас есть интернет кому животу мамона бог богатства мамона ну живот или богатство это синонимы ты прав атьяхара помните атьяхара это переедание или накопление богатства мамона это бог богатства грубых чувственных потребностей то есть материально-техническая база так скажем это мамона вот поклоняется мамоне призывающий людей работать до седьмого пота наслаждаться жизнью тем кто ищет мирских удовольствий необходимо совершать цикл жертвоприношения о котором говорится в этих стихах если человек пренебрегает этими наставлениями он подвергает себя огромному риску вступая на путь деградации существуют разные виды деятельности люди не обладающие сознанием Кришны одержимы жаждой чувственных удовольствий естественно так по другому быть не может если нет сознания Кришны есть только желание чувственных удовольствий и поэтому им необходимо заниматься благочестивой деятельностью еще одна рекомендация таким людям косвенные эти методы даются сколько здесь косвенных методов если вы не можете дать сознание Кришны можете либо этого человека проигнорировать ну ему не интересно поэтому пойду к другому проповедовать если вы книги распространяете но в какой-то момент времени нужно дать этим людям тоже метод не знаю сейчас насколько это уместно со стороны ИСКОН может быть еще не пришло время но согласно тому что описывается здесь для обычных людей тоже нужно дать метод веды имеют предписание для всех и когда-то мы об этом тоже можем позаботиться чтобы у людей был этот метод как заниматься благочестивой деятельностью я делаю это иногда когда ко мне приходят какие-то очень богатые люди или социально высокопоставленные люди они не могут мантру повторять конечно же не могут принять Бхагавадгид у них может быть ислам или христианство они уже как бы в этом статусе себя представили обществу им трудно им изменить этот статус они не могут служить Кришне скажем или Богу вот так тогда мы говорим ты богат или у тебя власть что-то для людей хорошее делаешь он задумывается а что можно делать вот то-то 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 например можно делать если хочешь можешь помочь построить храм или центр открыть или школу для детей и мы тоже можем там участвовать что-то давать какие-то духовные знания ну подумай что ты можешь делать хорошие людей на меня спросили в Казахстане об этом это был разумный диалог который распространяется потом спросили в Казахстане что делать с коррупцией что это проблема большая не только там по многих местах это серьезная проблема никак не могут справиться с ней я понимал что что бы я ни сказал это не возымеет никакого действия лекарства там повторяйте Харе Кришна или ешьте священную пищу или читайте Бхагавадгиту станете чистыми очистите сердце нет это туда не подойдет тому контингенту людей тогда сказал ну давайте на это закроем глаза давайте поступим по другому пусть каждый кто имеет деньги неважно берет он взятки или не берет взятки делает что-то хорошее для людей вкладывает свои средства в какую-то благотворительность обижить этих людей давайте с этого начнем если невозможно не брать взятки то во всяком случае они должны делать что-то хорошее должны как-то вкладывать также иметь эту какую-то благотворительность иметь это для них уже будет огромное дело вы не представляете как люди вдохновляются когда становятся на этот путь как будто становятся преданными на какое-то время они себя так радостно чувствуют что они что-то в жизни могут значительно хорошее делать это невероятно какое у них испытывают счастье а потом они уже к вам доверие испытывают хороший совет мне дали понимаете и вы с ними уже приходите в гости их приглашаете просад ли не готовите вот и пока просад готовится с ними сидите читаете Багаваддиту вместе читаете с ними читание чередами обсуждаете на их уровне они вообще в восторге представьте беседу начали с одного стиха из писания мы писание обсуждали они так гордятся этим они не сказать непреданные но они могут так приближаться как бы быть связаны с преданным служением косвенно это уже вдохновляет во всяком случае здесь об этом упоминается пятая глава будет прямо о сознании Кришны говорится мы к ней придем у нас будет три главы так в нашем курсе с третьей по шестую поэтому пятая глава включительно мы так же будем обсуждать пока мы обсуждаем третью главу поймите меня шестая включительно так сейчас третья глава вот эти косвенные методы значит и Багавада говорит им необходимо заниматься благочестивой деятельностью система жертвоприношения построена таким образом что те кто хочет наслаждаться мирской жизнью могут делать это не запутываясь в сетях кармы вот ответ как это делать жить мирской жизнью не запутываясь в сетях кармы ягья благотворительность благополучие мира зависит не от наших усилий а от воли Верховного Господа исполнителями которой являются полубоги вот почему ягья посвящены тем или иным полубогам названным ведом ведах хотя этот путь не является прямым он так же ведет к сознанию Кришны поскольку научившись совершать жертвоприношения человек обязательно развеет себе сознание Кришны вот ведь непрямой путь косвенный пропагать прямо говорит но он приведет постепенно к сознанию Кришны если же совершая яги человек не стремится обрести сознание Кришны предписания которым он следует превращаются в обыкновенные моральные заповеди поэтому не следует ограничивать свое духовное развитие соблюдение моральных норм мы должны подняться над ними и обрести сознание Кришны то есть саны Кришны нельзя забывать если обычные люди они будут думать о преданных уважительно это их возможность вспомнить о Боге если вы эти священника вспоминаете о Боге то все в порядке значит все хорошо для этого нужно иметь очень хорошую репутацию этим священником или браманом чтобы просто люди на улице увидев в нас стилок и подумали о Кришна Кришна обрадовали вот это чистые люди но если мы теряем репутацию если мы неправильно относимся к миру люди не будут думать о Боге а сектанты идут то есть мы сами можем видите не понимать Кришну как же дать Кришну все таки миру начинается с разумных людей прападского стратегия такова кто то есть найти людей которые способны понять философию это начало а потом доходит это тех кто не способен понять философию которые хотят наслаждаться здесь говорится для них есть также способы но для человека самоудовлетворенного который черпает наслаждение в самом себе который посвятил жизнь постижению своего я и ничего не желает не существует никаких обязанностей в 17 тексте 3 главы этот стих тут уже дается намек на трансцендентную деятельность то есть материальных обязанностей уже нет потому что он уже занят по другому не то что он теперь имеет право ничего не делать не подумайте так нет обязанностей значит не имеет право ничего не делать всем пренебречь это было бы высокомерно демонично так понимать преданных высокомерие главное качество демонов они о себе очень высокого мнения я теперь достиг совершенства теперь я ничего не делаю мне все служат таков я стал гуру и теперь мне все будут служить Это высокомерие, это демоничное сознание. Это не сознание, конечно. Я слуга должен оставаться. И чем выше продвигаюсь духовно, тем больше становится слугой. Иначе это высокомерие будет. И вот если человек достиг вот этого самодовлетворения духовного в самом себе, который посвятил свою жизнь постижению своего «я», ни кармической деятельности, ни выгоде, ни каким-то материальным достижением, а своего «я», вот для него не существует материальных обязанностей. Он может делать разные вещи, которые необходимы. У того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны и действуя в таком сознании полностью удовлетворён, не остаётся никаких обязанностей. Обретая сознание Кришны, человек сразу очищается от всей материальной скверны. Тогда как другим людям, чтобы очиститься, нужно свершить много тысячи жертвоприношений. Очистив таким образом своё сознание, человек в полной мере осознаёт свою роль в вечных отношениях, связывающих его со Всевышним. Так, по милости Господа, для него становится очевидным, в чём его долг, и ему больше не обязательно следовать предписаниям вед. Такого человека больше не интересует материальная деятельность и не привлекают женщины, вино и прочие мирские соблазны. Выполняя предписанные ведомые обязанности, человек, осознавшись в своё истинное «я», не преследует никаких целей, однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ. Обычно мы зависимы от того, кто нас кормит, ну или, скажем, платит деньги. Так сейчас общество устроено мы, чувствуем зависимость от работы, от начальства на работе, от системы, в которой мы живём, от политики. Во всём мы зависимы. Но здесь говорится о сознании Кришны. Мы должны научиться независимости. Быть браманом означает быть независимым от материи. Браман независимый разум имеет. Ни своевольный, ни самовлюблённый, независимый ни от кого. Ни от своего ложного эго также, ни от своих потребностей, чувств или материальных потребностей. Он зависит только от своего чистого духовного «я». От этого импульса служения Кришне. От этого джигьясу, любопытства, жажду узнать о Кришне. Вот так живёт брама. Тогда у него нет других обязанностей. Ему предлагается делать то, что ему нравится. А что ему нравится? Духовный. Если есть духовный вкус, всё, нет больше ограничений и правил. Вы достигли цели необходимой. Здесь уже самостоятельные, говорится. Не нужны правила ведические, предписания, яма-не-яма и так далее. Нет необходимости. Вот предные жаждут достичь этого уровня, когда независимость обрести. Он не преследует никаких целей и нет обязанностей, но нет оснований пренебрегать своими обязанностями. Видите, внешне он всё равно выполняет свой долг. Ничего внешне не меняется. Значит, Аджуна, осознав Кришну, продолжит сражаться, но уже не имея никаких материальных целей. Просто под контролем своего духовного явного. Не под контролем обстоятельств, политики, Дурёдхана или Пхишмы. Всё это волновать его больше не будет. Он осознает свой вечный долг по отношению к Кришне и вступит в сражение уже в сознании Кришны. Не в сознании политики, не в сознании обстоятельств. Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда. Так он придёт ко Всевышнему. Вот это уже карма-юга как таковая. Здесь, по главам. Для преданных Всевышним является личность Бога, а для имперсоналистов – освобождение. Тот, кто трудится для Кришны, то есть действует в сознании Кришны под надлежащим руководством и не стремится к плодам своего труда, непременно достигнет высшей цели жизни. Кришна говорит Аджуне, что тот должен участвовать в битве на Курукшетре, сражаясь ради Кришны, поскольку такова воля Кришны. Желание вести праведный образ жизни и избегать насилия – это, по сути дела, проявление эгоистической привязанности. Но действует ради Всевышнего значит отказаться от привязанности к плодам своего труда. Это в высшей степени совершенная деятельность, которой призывает нас в Верховную Личность Бога, Шри Кришна. Что в это время делают полубоги, когда преданного уже выше всех обязанностей? Он даже от полубогов не зависит. Что делают полубоги? Кто скажет? По отношению к нему? Совершенно верно. А они сотрудничают с таким человеком, естественным образом, что он служит Кришне. Это ягья. Полубоги всегда принимают участие в ягьях. Это и из полубогов. Они не пропускают ягья настоящие. Сразу там проявляются. Что это их суть, сура, это сура, природа суры, ягья, совершать ягья. Они организаторы этих ягья. Они поддерживают тхарму в совершении жертвоприношения. И если совершается санкиртана ягья или преданное служение, полубоги непосредственно присутствуют в этих актах жертвоприношения. Вместе со Всевышним, потому что там Всевышний, они тут живут. Его спутники, так скажем. Поэтому полубоги будут довольны, естественно. Значит, однажды Парупада увидел Господа Браму. Иногда он видел на Радамуни, на Киртане, иногда он видел Браму. В лондонском храме, кажется, это было явление. Не знаю, отмечено ли это место в Лондоне, я не был в Лондоне. Для Брамы. Вот видите, там отмечено это место, где Парупада видел Браму. Ясасана стоит для Брамы. И во время Киртана. А Киртан был ошеломляющий какой-то. Мне рассказал Бхакти-Абхава-свами о Киртане Парупаде. Как-то мы с ним близко общаемся, когда разговариваем, мы можем близко общаться. Он такой дружественный очень, близкий. И он рассказывал свои ощущения от Киртана Парупады, когда он пел Джарадамадова, другие. И он говорил, если бы кто-то сказал, я бы, может, не поверил, но Махарадж говорил мне, лично. Говорит, стены колыхались, все видели. Это, говорит, нельзя представить, что происходило. Трансферил материю, это трансформировалось просто, мы видели это все. Наше сознание, наше сердце, наши чувства, все менялось сразу же. И вот однажды после какого-то такого Киртана, ошеломляющего просто, Парупад сказал, только что здесь был Господь Брама. Все были ошеломлены, потому что никто не мог не поверить после такого Киртана. Так вот в чем дело, тут Брама присутствовал. Вот что мы почувствовали. Боже мой, эта Брама живет в такой атмосфере на Сатя Луки. Это он принес такую атмосферу, здесь помог нам воспевать вместе, участвовал в Киртане. Все сидели, не знали, о чем думать, и, говорит, после лекции, все только, или лекции, во время лекции, все только и думали об этом, что сказал Парупада. Он закончил свою лекцию, сразу рука поднялась с Парупада, и что здесь сделал Господь Брама? Никто про лекцию не спрашивал Парупада, про Брама расскажите, что он тут сделал? Он смеялся над тобой, когда пришел. Представьте, мы сидим, и Господь Брама тоже сидит тут, поет Киртан. Это удивительно. А, Любовь? Да, просим вас. Вот такие вот мистические вещи, видите, что это Санкиртан и Ягья. Такие цари, как Джанака. Кто такой Джанака? Кто помнит? Отец? Ситы Джанака. Поэтому иногда Ситу зовут Джанаки. Джанаки, означает дочь Джанака. Махараджа Джанака. Такие цари, как Джанака, достигают совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. Еще одна причина следовать своим обязанностям. Пример. очень важный момент пример в обществе. Без примера в обществе не может быть прогресса. Будут знания, будут писания, все. Но если не будет очар, ничего не произойдет. Иначе зачем приходят пророки, какие-то проповедники, про упас, зачем пришел, чтобы подать пример? Все же это описано, все есть, как бы было. Но почему тратилось? Пример. Очар ушел. Образ жизни изменился у людей. Книги те же самые, образ жизни другой. Потом люди читают книги и говорят, ой, я так жить не могу. Я живу по-другому. Очар другой. Поэтому знание уходит. И здесь ради того, чтобы подать пример, ты должен исполнять свои обязанности. Например, когда Махараш Ришабхадев покинул этот мир. Вы помните из Багава какая-то песня? Пятая песня? Да. Мне кажется, пятая песня. Царь Ришабхадев совершал суровые эскезы, когда отрекся от престола. Он ушел в медитацию и там описывается сверхъестественного, поскольку он воплощение Верховной Личности Бога, он проявил сверх аскезы. Но он ходил без одежды. Это был новый опыт, новый пример. Раньше до него никто не подавал такого примера. Он ходил без одежды, он не различал мужчин и женщин, он испражнялся под себя, испражнения пахли цветами, в общем, там описывается его образ жизни. Люди боялись его, ливались иногда, пускали газы перед ним, мочились на него. Он думал, это тело больше не заслуживает, нисколько не расстраивался вообще. Это была его духовная как бы вот практика, отречение. Он проявил такое отречение, такой пример дал отречение. А был императором мира. И как только он ушел, сразу появилось целое движение имитаторов. До сих пор есть люди, которые ходят без одежды, вырают себе волосы, вместо того, чтобы стричься. также ведут себя как вот джайны, знаете, есть крайняя степень аскезы у буддистов. Это джайны, джайны означает, что они розы вязывают, да, они кипятят воду, прежде чем пить, они с метлой ходят, чтобы смахивать этих насекомых, не наступить. Вот в такие аскезы. Не одеваются круглый год. Вот эти нага-баба, их можно видеть на кумхамелах, очень много таких садхо, которые вот этим путем пытаются идти сейчас. Это очень сложный путь. Скорее всего-таки больше подражания, чем работающий метод. Но тем не менее, они признаются садху, они в отречении, они в аскезе, это факт. Садху разные бывают, мы не отрицаем это. Но мы говорим о том, что появляются как бы подражатели, поэтому пример очень важен. Когда Господь Читания ушел, то же самое стали появляться сахаджи, подражатели вот этого настроения Господо Читания до сих пор не существует. Видите, кто-то подражает этому всему. Нитянанда, Аватхута и сразу встал Мога Аватхут и так далее. Поэтому, говорит, ради того, чтобы подать пример людям, кто-то должен просто исполнять свои обязанности. подражатели-то плохо или хорошо? Да. Это подражатели-то плохо, имитаторы-то плохо. Нужно следовать своим путем, говорит, со своей тхармией. Если вы достигли трансцендентного уровня, вы, может быть, и проявляете, как Нитянада Аватхута, но он был в Панчетатве. Он был рядом с Господом Читания, он был в окружении других преданных, которые строго следовали своим обязанностям, тем не менее. Он был один такой, почитаемый, как Аватхута, и Господь Читания объяснял его положение так же другим. Там не было как бы беспричинное такое вот проявление. Там было предназначение Нитянады. Он так освобождал падшие души. Но если вы Аватхута и никого не можете освободить, то зачем подражать этим вещам? Вы просто показываете, что вы Аватхута, но никого не можете освободить при этом. И себя даже освободить не можете. Поэтому главное предписание следует своему долгу. Должны быть такие предны, которые имеют полное осознание Кришны, при этом исполняют свои обязанности. Вот о чем здесь говорится. Вот это основа цивилизации будет. И, конечно, будут и божественные проявления, когда Кришна приходит, Он приходит, танцует по ночам, 16608 жен. Понятно, что Верховная Личность Бога Он проявляет себя вне этих законов. Кто-то имеет на это право. Или кто-то имеет право судить, когда приходит, как Иисус Христос, Он Мессия, Он судья пришел. Он стал говорить, кто безбожник, кто ближе к Царству Божию, что блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем первосвященники. Это Мессия. Это наделенные полномочиями. Так же, как Махаража Притху мог угрожать земле, смертью, чтобы был уполномочен для того, чтобы выполнить миссию. Парашурама был уполномочен, чтобы убить всех кшатри 21 раз. Это особо полномоченные личности. В обычном смысле слова то, что здесь говорится, нужно следовать своему долгу. И пример царя Джанаки. Такие цари, многие цари, такие цари, как Джанака говорится, то есть многие были такие цари. Значит, чему мы должны следовать? А вот хутини, где мы должны следовать? Или чему? Или царю Решабхадеви? Или имитировать Господочитанию? Что мы должны делать? Мы должны исполнять свои обязанности. Вот, теперь мы понимаем Бхагавадгюту 3 главу. Человек, который берется учить других, должен следовать предписаниям шастра священных писаний. Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям писания, таких как Манусамхита, которые являются сводами законов для всего человечества. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастра. А здесь это просто другой текст, известный текст, очень важный, 21-й. что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы не устанавливал, он своим поведением их поддерживается весь мир. то есть Господь Читания установил, Киртан установил, Пхаву дал. И мы, несомненно, можем так же, как Господь Читания, петь, танцевать, думая о настроении Господа Читания. Пример. Наратам Дастакур, когда он пришел во Вриндаван, он проявил те же самые симптомы внешние, какие проявил Господь Читания Махапарабу, когда приходил в Вриндаван. Но как он это сделал? Господь Читания вспомнил Кришну здесь. Емуну, Гавардхан, вот, это его Пхава. Потому что он Рада Кришна, Нахиане, это совместное воплощение Рады и Кришны. Но Наратам, когда был в этих местах, он вспоминал Господа Читанию, который переживал в этих местах эти симптомы и переживал вместе с ним те же самые симптомы. Вот это правильный подход. Вот это правильный подход. Это не имитация. Всякий раз, когда мы хотим медитировать на какое-то качество Кришны, мы должны вспомнить того, кто обрёл такие качества или проявил такие качества. Должны услышать или увидеть об этом. тогда мы сможем ощутить те же самые эмоции духовные. Но непосредственно вот так, без представителей, это очень сложно. Поэтому мы смотрим как бы через духовного учителя, когда Роман Нуджи и Куреши, по-моему, Роман Нуджи Ачари, у него был такой очень известный ученик, уникальный, с памятью фантастической Куреши. Куреши. Насколько помню, это был Куреши, может быть, я ошибаюсь, но суть в том, пример, что Роман Нуджи сказал ему, иди смотри на Ранганат, медитируй на божество. Они вместе пошли в храм. И когда Роман Нуджи смотрел на Ранганат, он обычно у него слёзы лились, у него были эмоции, он общался с Богом. А Куреши смотрел на Роман Нуджи. Я тебе сказал, смотри на Ранганат. Он смотрел на Роман Нуджи, почему ты меня не слушаешь? Я тебе говорю, смотри на Ранганат, Грума Харадж, но я же смотрю на Ранганат. Я именно так и вижу, я по-другому не вижу, я через вас вижу, я по-другому не могу видеть. Вот такие примеры даются также, астры. И если мой Грума Харадж идёт, скажем, там на своей кресле, каталке инвалидной к божествам в Майяпуре, и его руку держит право, что он не может держать правую руку, чтобы предложить фитилии божествам. Ученики идут вместе с ним смотреть, как это Гуру делает. И так мы видим, Господь, это читание моего права. Когда Господь читание принимает это Духовный Учитель, это мы все участвуем в этом процессе. Мы также получаем такой же Дашин, точно такой же. Но непосредственно я буду стоять вот так вот, прямо, кто я такой вообще? Чего ты здесь пришёл сюда? С таким умом, с такими качествами? В какой-то прострации ждёшь чего-то от меня? Ничего толком не можешь на самом деле предложить, просто пришёл, ждёшь и смотришь, где экстаз, нет экстаза, пошёл дальше. У других божеств, да, пацаны тоже экстазы, пошёл к другим божеств. Там поклонился, бум-бум, нет экстаза, пошёл дальше. Тадвид Лепрони Патрина, иди туда, к тому, кто знает, там всё увидишь. Вот эти методы. Пример. Обыкновенный лиц следует примеру. О, сын Придхи, во всех трёх мирах нет такого дела, которым я обязан было бы заниматься. Я ни в чём не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь. И всё же я всегда выполняю свой долг. Ну вот Кришна о себе говорит. Это интересно. Почитаем сейчас с вами комментарии. Вы не перегружены? Бхакти шасты должны быть сильными, нет? Вы должны быть сильными. Шрамы нам это нагрузка. Хорошая. Не расслабляйтесь, слушайте. О, сын Придхи, во всех трёх мирах нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Я ни в чём не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь. И всё же я всегда выполняю свой долг. Почему? Основываясь на предыдущем стихе, мы можем получить понимание, почему Кришна так делает. В Ведах Верховный Господь описан следующим образом. Там Ишваранам Парамам Махешварам Там Деватанам Парамам Ча Дайватам Патим Патинам Парамам Парастат Ви Дама Девам Буванейшем Идьям Я прочитаю этот перевод. Верховный Господь, Владыка всех Владык, величайший среди повелителей всех планет, каждый находится у Него в подчинении. Каким бы могущество ни обладали живые существа, они получают Его от Верховного Господа. Никто из них не является независимым повелителем. Господь, Которому поклоняются все полубоги, Верховный Повелитель, а все остальные повелители подвластны Ему. Он выше всех правителей этого мира и достоин всеобщего поклонения. Никто не может превзойти Верховного Господа высшую причину всех причин. Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело неотличен от его души. Он абсолютен и все его чувства духовны. Каждый из его органов чувств может выполнять функции любого другого органа. Поэтому на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Его энергия бесконечна и многообразна. Поэтому все его деяния вершатся сами собой естественным образом. Потрясающая информация. Такого существа нет. Он в единственном числе. Больше нет. Он единственный такого рода. Какие у него обязанности? Никакие. Абсолютная свобода. Абсолютная истина. И все же он приходит и выполняет обязанности. Почему? Ведь если я перестану неукосительно выполнять свои обязанности, а Партха, люди несомненно последуют моему примеру. Ну вот видите, Кришна не выполняет свои обязанности. Я тоже не буду выполнять свои обязанности. Интересно. Интересно. Да. Рамачандра освободил ситу. Был праздник в Айотхе. Коронация. Он стал царем, как хотел Махараджа Дашарадха, его отец, наследный принц. Сита, царица. И все хорошо, но вы помните, печальная история закончилась. Там был один мужчина, прачка Байотхе, который сильно критиковал Рамачандра. Он в уме с самого начала это имел. Когда узнал эту историю. Он критиковал Господа Рамачандра. И когда его жена пришла не вовремя домой, где-то к утру, он сказал, я тебе не Господь Рама, который принял свою жену после того, как она была у другого мужчины девять месяцев. Уходи издом. Ты неверная жена. Вот такую вещь он сказал. Об этом Кришна говорит. Нет обязанностей. Он может делать все, что угодно. Ситой невозможно отсквернить. Рамачандра всегда поступает духовно, трансцендентно. Но пример это как раз Лила относится к этому моменту. Этот прачка зацепился за этот пример. обычный человек стал осуждать, критиковать. И Рамачандр понял, о чем идет речь. Многие люди будут критиковать, а многие последуют его примеру. Жены многих людей могут потом уходить другим мужчинам и возвращаться обратно. На основе этого примера он сказал Лакшман Ситу нужно отправить в лес. Ачар. Нет необходимости для него это делать. Сита чистая безгрешная не может быть речи о том, чтобы кто-то мог осквернить Ситу. Это богиня процветания. Изначально Лакшмин. О чем может быть речь вообще? Мы знаем все эти игры Йога-Майи, потому что Равана не мог коснуться Ситы. В принципе это была уже дубль. Настоящая Сита никогда не мог коснуться ее. Она недоступна этой вершине для материалистов. Но Рамачандр сказал Лакшман ты должен увезти Ситу. Ситу нужно отправить в изгнание. Он сказал так вот оставить в лесу. Говорит почему? Лакшман сказал как ты можешь тобой говорить Сита в чем она виновата? Мать Вселенная в чем ты говоришь? Какой ты грех в ней нашел? Рамачандр стал объяснять хорошо объясняешь нужен пример но никто из твоих поданных не сделает того что ты скажешь ни у кого не повернется ни рука ни тело ни мысли в эту сторону. Кто это сделает скажи теперь мне? Кто Ситу отправит в изгнание? Ты Лакшман это сделаешь ты мой младший брат должен слушать меня должен подать пример твоя Дхарма ты не можешь уклониться от Дхармы именно ты это сделаешь Лакшман сказал в следующей жизни я буду старшим братом он так сделал он стал понравив и сюда отвезли в лес вот это Ачар это просто ради Ачар не было необходимости для Рамы Иситы в этих играх в этих расплетениях в этих печалях но для людей для обычных людей он говорит я иначе они последуют моему примеру тогда будет мир и порядок вот Господь Рама приходит подает пример нравственности высочайшей марьяда что там означает воплощение нравственности чистейшей высочайшей нравственности и пример Ачар Кришна вот он не дает такого примера он дает повод для критики всех демонов Шишупала имел столько поводов для критики он не мог сто оскорблений подряд вообще Кришна танцует и по ночам его воровал с детства струсил два раку построил столько повода для демонов он дает критиковать Кришна он даже нравственности такой обычно не следует если бы я не выполнял своих обязанностей все эти миры были бы обречены на гибель я стал бы причиной появления на свет нежеланного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ значит заметили да здесь слово используется нежеланное потомство как санкарасья санкарась или варна санкара здесь пропады комментарии с этого слова начинали варна санкара где вы помните это слово использовалось ранее в какой главе в какой главе использовалось о чем речь в первой главе в первой главе используется это слово варна санкара а Джун был беспокоен именно этим помните именно этим что если мы уничтожим старших носителей религии в нашем обществе цивилизованном, то женщины получат свободу, станут легкодоступными, и появится плохое население Варна Санкара. Это путь в ад, в разрушение. И здесь Кришна тоже пользует это слово. Видите, как появляется на самом деле Варна Санкара. Хорошо. Есть пример Пхишмы, есть пример дроны, есть пример и у Тиштиры, неважно, есть великие примеры, а есть пример Кришны. За каким примером последуют люди? За Пхишмой? За дроной? Или за Кришной? Как вы думаете? Они последуют примеру Кришны. Верховного Господа. Несомненно, высшие авторитеты заключение, даст высшие авторитеты. Поэтому Кришна говорит, вот в чем причина Варна Санкара. Мы не должны уничтожать духовные, религиозные принципы. Вот что должно быть сохранено. А Адхарма может быть уничтожена. Для Кшатрия это его долг. Итак, Арджуна был настолько милосерден, что готов был простить Адхарму своим патриархам, но на уровне патриархов это невозможно. Почему? И от Адхармы, это невозможно. Весь мир пойдет в ад. Пхишма, Махаджан, дроначаря, воздушная душа. Все. Но малейшая Адхарма и уже пример. Все. И уже пример. Их это не оскверняет причем. Пхишма остается Махаджаном. Он занялся в сторону Дуретханы, но этого не оскверняет Махаджана в сердце. Но пример люди будут следовать, и они отклонятся. И Кришна дает свой пример, свою Бхагавадгиту. Говорит, если бы я этого не делал, если бы я не дал бы этот пример, все миры были бы разрушены. Ни дрона, ни карна, ни пхишма, ни тушьтира, никто бы не мог удержать Адхарму без него. Адхарма — это имя Бога. Варна-санкара. Я бы стал причиной появления на свет нежеланного потомства. Варна-санкара — это нежелательные элементы общества, которые нарушают законы, приносят всем беспокойство. Чтобы сохранить порядок в обществе, люди должны подчиняться определенным правилам, приведенным в шастрах. Тогда они смогут жить в мире и духовно совершенствоваться. Когда Господь Кришна не сходит в материальный мир, Он следует всем этим правилам, чтобы показать людям, насколько это важно. Господь — Отец всех живых существ. Если они сходят с правильного пути, и Господь в каком-то смысле несет ответственность за это. Поэтому, когда люди начинают нарушать законы религии, Господь приходит в этот мир, чтобы восстановить порядок. Необходимо, однако, помнить, что хотя мы должны идти по стопам Господа, мы не можем слепо подражать Ему. Идти по стопам и слепо подражать кому-либо далеко не одно и то же. Мы не можем, подражая Господу, поднять хом Гавардхан, который Господь поднял, еще будучи ребенком. Но это не способен ни один человек. Мы должны следовать наставлениям Господа, но ни в коем случае не имитировать Его действия. Значит, следовать наставлениям, но и не имитировать Его действия. Таков вывод. Итак, здесь мы остановимся на 24-м тексте Бхагавадгиты, 3-й главе Карма-йога. Наше время истекло. Сейчас мы продолжим. 14.30. Хорошо. У нас сегодня с вами будет такая нагрузка. И завтра, по-моему, мы должны закончить, да, третью главу? Завтра у нас еще два занятия. Завтра будет? Да, так же. Завтра у нас два занятия и у нас врачи. Завтра во сколько начинается занятия? В 11-й главе, до 12-й главе, второе занятие 14-й, 16-й, 15-й. То есть сейчас вот так же? До часа. Как сегодня, так же завтра будет. Хорошо, отдыхаем, дышим воздухом, приходим в себя после Бхагавадгиты. Нормальное состояние, из трансцендента нужно выходить. Есть другие еще обязанности. Обязанности есть, принять просад, что там еще? отдохнуть, коровом послужить. В общем, тут харма уже меняется, да? Не будьте в искусственном сознании, сейчас можете побегать, попрыгать, порадоваться, посмеяться, пошутить. Да, все хорошо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...